С самого начала пандемии из-за антиковидных мер российский Красный Крест не проводил в Ленинском городском округе дней донора. Но потребность в крови и ее компонентах никуда не исчезла, как раз наоборот. Это очень нужное дело, потому что сейчас такое положение дело в связи с пандемией, с тем, что в лечении применяют лекарственные средства, кроворазжижающие, и поэтому крови на порядок больше нужно. За это время контакты с постоянными донорами были частично потеряны, поэтому сейчас, как никогда, важен каждый доброволец. Во дворец спорта «Видное» для участия в акции изначально записали 65 человек, но прийти смогли лишь 30. Эти люди пришли сегодня, и думаю, что они будут приходить и станут, может быть, лидерами донорского движения в городе Видом. Это сотрудники ГИБДД, сотрудники самого этого центра спорта, 20 спорта. Это тоже очень важно. И пришли очень знаковые люди, спортсмены. Каждый донор в этот день сдал по пол-литра крови. Ежегодно принимаем участие в данном мероприятии. Считаю необходимым, неотъемлемым участием, в первую очередь, помощь людям. Ну и, соответственно, гражданская позиция каждого должна быть таковой. Приняла участие в акции главный редактор телеканала «Видное ТВ» Татьяна Брылова. Я не первый раз участвую вне донора. И пригласили, как отказаться. Действительно, это очень важно, особенно в наше время пандемийное, когда кровь нужна здоровым людям. И людям, которые болеют, им тоже нужна кровь. Был замечен среди добровольцев и депутат Совета депутатов Гаджимурад Гаджимурадов. Бывает ситуация в жизни, когда это последний шанс. Поэтому, если есть возможность, надо всегда давать и помогать. Все доноры после оформления необходимых документов проходили осмотр врачей и сдавали кровь для определения группы и уровня гемоглобина. Ведь слишком низкий или, наоборот, слишком высокий показатель последнего может быть противопоказанием к донорству. Женщина может прийти и сдавать кровь, если у нее гемоглобин выше 120 и не выше 165 в этом промежутке. Выше 165, там уже сгущение идет кровь. Мужчина от 130 до 175. Такой уровень гемоглобина. Определён нормами здравоохранения. Собранная кровь затем отправится в контейнерах в Московский областной центр крови, где ее исследуют на инфекции. Определят фенотипы и разделят на различные компоненты – плазму, эритроциты и тромбоциты. Следующий день донора в Ленинском городском округе планируется организовать здесь же, во Дворце спорта, 25 марта. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.